Пенсионерка Валентина Карпухина и представить не могла, что ремонтные работы по замене обычного газового шланга в кухне ей влетят в копеечку. По словам женщины, она, вызов работников подрядной компании «Арнбасар Султан», отдала им на руки 8 тысяч тенге. Однако те не предоставили ей чек, да и качество проведенной работы оставляет желать лучшего, сетует Валентина Васильевна. Газовую трубу теперь поддерживает Гордина, которой ее примотали проволокой, а замененные шланги рабочие и вовсе присвоили. Ни квитанции мне ничего не дали. Получается 8 тысяч? 8 тысяч. И мой кран тоже забрали. Это выходит 9 тысяч. И еще я на второй день стала ему говорить, ну как ты поставил кран, а трубу он развернули, и она говорит, у нас не сходится в резьбе. Как она сойдется, если труба развернутая? У меня покрашенная была, а не покрашенная, сюда повернули. И он у них по резьбе теперь не сходится. Еще и внизу был распределитель, они тоже его сняли. Поставили просто муфту. На следующий день Валентина Васильевна вновь позвонила в компанию и попросила исправить работу, а также вернуть часть суммы. Пенсионерка уверяет, что купленные работниками шланги на базаре стоят гораздо дешевле, но переделывать работу и возвращать деньги подрядчики отказались. 4 тысячи отдала им на кран, они сказали, что принесем, если здесь не будут. Я на второй день пошла и спросила, почем эти. Мне сказали, кран 800 рублей, шланг метр 120, 1200. Мне ушло на это 2 тысячи. Там осталось 2 тысячи у меня, я им 4 тысячи давала. 2 тысячи осталось. Потом они, когда закончили это, я говорю, 4 тысячи за работу. А мне послушалось 400 рублей. Я выношу им 400, они смеются с меня. 4 тысячи, говорит. Сотрудники подрядной фирмы сообщили, что женщина собственноручно подписала акт выполненных работ. И возвращать деньги работники не станут. Мужчина призвал жителей внимательнее читать подписанные договоры. Ведь определенный перечень услуг, не включенный в договор, рабочие оказывают за дополнительную сумму. Ну, стоимость туда крана тоже, наверное, входит. Они же купили. Фактически она сама должна купить. Они должны были отключить дом. Она должна была все запчасти купить, только тогда вызывать. Они этого не сделали. Они пожалели эту бабушку. Сами поехали на базар, купили все это, принесли еще дополнительные ей. Там угля, говорит, занесли. До вечера, говорит, помогли уголь занести, говорит, этой бабушке. Ремонт платный. Там в договоре написано, ремонт платный. А профилактика, то, что 10 пунктов у нас, она обслуживается бесплатно. Регулировка газовых оборудований, смазка, где утешку устранят. Это все бесплатно. Ежемесячная пенсия у Валентины Карпухиной 47 тысяч тенге. И денег на переделывание работы у пенсионерки нет. У бабушки появилась и другая головная боль. Недавно на улицу был перенесен еще и газовый счетчик, до которого пенсионерке сложно добираться.